На этих кадрах пожилой мужчина возле своего дома передает молодому человеку 350 тысяч рублей, который пенсионер заботливо упаковал в пакет. Накануне ему позвонили неизвестные и обманули по известной схеме. Представились с сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о том, что дочь якобы совершила ДТП и необходимы деньги для освобождения от уголовной ответственности. В августе аналогичные преступления были совершены в отношении двух пенсионерок. Одна из них лишилась 460 тысяч рублей, другая 120 тысяч. Сотрудниками уголовного розыска был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, учитывая то, что данные преступления, как правило, носят серийный характер, было организовано взаимодействие с сотрудниками иных подразделений, входящих в состав Центрального федерального округа. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Тамбова было задержано два лица по подозрению в совершении данных мошенничеств. 20-летние и 21-летние задержанные оказались жителями города Старый Оскол. В погоне за легким заработком они гастролировали по всему Черноземью и завершали преступную схему, забирая деньги у пенсионеров, а затем переводили их на счета своих кураторов. Все началось у них в том, что они в Телеграме искали себе способ заработка, таким образом нашли в одном из каналов предложение, связавшись с мошенниками, им объяснили, что нужно будет делать. Как соблюдать меры конспирации, как не попасть в правоохранительные органы. Данные лица соблюдали меры конспирации определенные. Автомобиль также они использовали для перемещения только между регионами, а на сами мошенничества они ездили только используя автомобили такси. За работу молодые люди получали лишь какие-то проценты от полученных сумм. Данные лица также на территории Тамбова совершили два аналогичных преступления. После этого они были доставлены в город Липецк, с ними были проведены следственные действия. Данные лица полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Максимальные санкции, которые до 6 лет лишения свободы.